Ну а сборная России по футболу в формате 6 на 6 на чемпионате мира в Португалии одержала крайне важную победу над командой Испании. Ну и таким образом, можно сказать, повторила успех национальной команды в большом футболе в одной восьмой финала Кубка Мира. Все его прекрасно помнят. Здесь на кону стоял пока выход из группы, но и место в плей-офф это вполне почетное достижение. И его наша сборная добилась благодаря сухой победе над испанцами 2-0. С места событий передает наш спецкор Евгений Загитов. Вы должны показать испанцам, что кто-то в мире играет в футбол лучше них. И у вас есть на это 40 минут. Вполне вероятно, Станислав Черчесов говорил похожие слова, только без указания временного отрезка своим игрокам на чемпионате мира в России. Сработали они и у главного тренера сборной России по футболу в формате 6 на 6 Дмитрия Смирнова. Команда должна была провести решающий матч в группе против сильнейшей сборной Испании в условиях 35-градусной лиссабонской жары, при том, что у соперника в запасе был день отдыха. Помимо мотивирующих слов, главный тренер дал и четкие установки, как победить техничных испанцев. Этот рецепт, он давно известен. Лиши испанца мяча, и он будет нервничать, психовать, бить по ногам, стараться как-то спровоцировать соперника. Сегодня мяч они в основном даже практически не нюхали. А то, что игроки будут провоцировать судью, в первую очередь, на свистки, это было известно. Но чуть-чуть, мне кажется, испанцы лишку завелись, психанули, наверное, как раз от того, что в основном бегали два тайма без мяча. Ну, здесь надо было просто перетерпеть, и дисциплина нашей команды, она вышла на первое место, и, наверное, это тоже очень важно. За это я хочу ребят особенно похвалить. Надо отдать должное российским футболистам. Провоцировали испанцы их много и часто, порой используя нефутбольные грязные приемы. Но россияне крайне грамотно контролировали мяч и иногда откровенно, чуть ли не на грани тянули время. А первый мяч удалось забить благодаря именно такой тактике. Россияне разыграли лишнего, записав гол на воротаря Дениса Коршикова. Мы просто играем на одного больше. Естественно, воротарь должен выходить и отдавать пасы, либо бить. Было видно, что испанцы закрывали фланги, а середину просто пустую оставляли. И, конечно, был проход, куда можно было бить. Во втором тайме они поняли, что так лучше не делать. Естественно, они все закрылись. И мы играли просто через фланги. Если честно, отжидали от них большего в плане тактики, потому что они ничего не создали. Вся команда билась, сражалась до конца. Просто показали, что в России умеют играть в футбол. То, что вот так засушили игру, это изначально планировали тактически? Все наигрывалось на тренировках. Не всегда нужно играть в атаку. Но когда-то надо и немножко успокоить темп. И все выполнили, как хотели тренеры. Лишь второй мяч в воротах испанцев в концовке матча смог убедить тренерский штаб и зрителей, что Россия сильнейшая в группе. 2-0. Команда обеспечила себе выход в плей-офф, а следующая игра с Пакистаном уже мало что решает. Евгений Загитов, Катим Шахназаров. Все на матч. Лиссабон. Португалия.